Есть время в нашей жизни, когда мы больше всего подвержены страху. В шесть или семь лет мы смотрели фильмы ужасов. И то самое чувство, полученное в те времена, мы больше можем никогда не испытать. Мы постоянно в вечном поиске этого ощущения. Поэтому это можно назвать неким путешествием, особенно для режиссера, который любит снимать страшные фильмы. Эта история на самом деле о настоящей дружбе. Пеннивайз – это только ужасная часть этого. Но эта история о людях, которых связывает что-то вместе. Сейчас, после четырех месяцев, мы все как братья и сестры. Мы многое узнали друг о друге. Теперь мы лучшие друзья. Я никогда не был так близок с детьми моего возраста. Это будет одно из самых незабываемых событий в моей жизни, которое когда-либо было. Поэтому определенно, закончив съемки в этом фильме, я буду наслаждаться и гордиться тем, что я сделал, и тем, что мы сделали все как команда. О мой бог, это лето – то самое лето в моей жизни, которое я никогда не забуду. Когда я изучал историю Оно, это было немного похоже на возвращение к моим воспоминаниям и эмоциям, которые я испытывал, я их вернул и воплотил на экране. И Оно – это как любовное письмо из детства, рассказывающее обо всех сокровищах. О том, как в детстве вы постепенно теряете свою силу воображения и веры, когда начинаете взрослеть. И творчество Стивена Кинга оказало на меня сильное влияние, когда я рос. Так что лично мне влияние Стивена Кинга помогло осознать, как я понимаю историю и как мне ее рассказать. Я родилась и выросла в Буэнос-Айрес. И летом наши родители нам не разрешали смотреть телевизор, но мы могли читать все, что мы захотим. И тогда мы наткнулись на Стивена Кинга. Я думаю, мне было около 12 лет. Я читаю Стивена Кинга потому, как даже в молодости это помогало мне относиться с долей юмора к сарказму, невзгодам и превращать это в иронию, что очень важно для творческого человека. Я прочитала Оно, когда мне было 15, и это просто снесло мне крышу. Потому что впервые я читала про персонажей, которые были так близки моему возрасту. И там они попадали в реально опасные ситуации. Им приходилось бороться с фанатичным антисемитизмом и сексизмом. Я не могла поверить в то, что читаю. Это заставило меня чувствовать себя такой сильной. В 15 лет, если эти дети смогли это сделать, то мы тоже справимся. Эта мысль никогда меня не покидала. Барбара моя сестра и, ну знаете, работать с членом семьи – это большая привилегия. Я режиссер, она продюсер. Иногда мы как два конца одной команды, которые сходятся в середине, потому что всегда есть две стороны медали – творческая и финансовая. В конце дня я всегда чувствую облегчение. Зная, что она прикроет мою спину, а я ее, мы доверяем друг другу. Мы всегда в одной команде, и все, что мы хотим сделать – это отличный фильм. Когда производство предыдущей версии этого фильма остановилось, мы решили, и все согласились, что мы начнем делать этот фильм так, как будто мы начали с нуля. Нам потребовалось около года, чтобы снова возобновить производство, и это даже быстрее, чем мы могли себе предположить. Да, это вышло достаточно быстро, и главное, что подошло нам по времени года. Нам нужны были летние… летние часы, которые мы уделили детям. Я Финн, я играю Ричи. Привет, я Вайт, я играю Стэнли. Я Джереми, я играю Бена. Мы… Я никого не играю, я просто… Офигенно. Это офигенно. Я просто пришел поторчать на площадке. Каст в этом фильме, как мне кажется, очень хорошо подходит своим персонажам. Они не просто играют своих персонажей, они раскрывают их с новой стороны. Что ты слушаешь? А? Вау. Ам… New Kids in the Block. Да, они мне не нравятся, я… Стой! Ты новенький, да? Ну точно. Кинг сделал так, чтобы нам было легко их подобрать. Потому что мы точно знали, кого искали. Кто нам подойдет, выяснялось мгновенно. Но знаете, ребята заходили в комнату, и иногда бывало так, что они получали даже не ту роль, на которую пробовались. Когда они только начинали свой монолог, можно было сразу определить, что это точно Стэнли, а это Ричи. Абсолютное сходство, это было очень, очень легко. Знаешь, что это? Это плацебо, полная хрень! Нет, милый, они тебе помогают. Помогают мне. Когда ты родился, ты был таким… Маленьким, хрупким и нежным, я хотела тебя защитить. Как это должно было меня защитить? Эти ребята, от которых ты заставила меня отвернуться, мои друзья. И ты заставила меня порвать с ними, когда я нуждался в них. А они нуждались во мне, поэтому я ухожу. Мне очень, очень сильно повезло, и я счастлив, что мы нашли этих актеров. В некоторых случаях бывает, что актеры не совсем подходят на роль тех, кого они играют. Но если вы взгляните на Фина, которого играет Ричи, то у него очень много общего с этим персонажем. Давай посмотрим правде в глаза, в реальном мире. Джорджи сдох. Перестань пытаться прибить нас, как ты тоже сделал с ним. Я не убивал своего брата. Уйди с дороги, Билл. Ты не мог спасти брата, потому что сам себя спасти не можешь. Джейден. В нем есть эта интроспективная застенчивая натура, а также способность вдохновлять и спокойно тихо рассуждать. Идем. Идем. Куда идем? В канализацию? Там, там Джорджи. После всего мы должны... На своем первом прослушивании я пробовался на роль Эдди. Меня заметили по фильму специальный полуночный выпуск. Это точно потому, что тогда это был последний фильм, в котором я снимался. Я был довольно маленький. А потом... Я немножко подрос. Я думаю, уже тогда во мне увидели Билла. В моей личности. Это... Касается моего брата. Я пойду. Конечно, мы с каждым сначала работали индивидуально. А потом мы уже начали с ними работать в группах. К тому времени, как мы пришли к такой комбинации, было определенно ясно, что это именно те ребята. Я никогда не думала, что мы получим такую химию между ними. И ведь до этого они совсем не знали друг друга. И ведь, знаете, обычно для детей это такой неловкий возраст 12-13 лет. Но они все были потрясающие. И мы это заметили еще когда прогоняли сценарий. Это удивительно. Не-не-не, мне-не, да отпустите ее. Это... Чувак, ты помнишь фильм про черепашек-ниндзя? Или игру? О, это же сцена из черепашек! Это сцена! Воу! В итоге мы получили команду, которой с самого начала было суждено быть вместе. Ну и вышло, как мы знаем, шикарно. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И не забывайте, что поддержка канала очень важна. А поддержать канал в развитии и предложить свои ролики для перевода или озвучек вы можете в моем паблике в специальном сборе под закрепом, либо через Donut Alerts. Все ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok